Пираты Роджера Пиратская команда бывшего короля пиратов Голд Роджера Единственная команда, которая достигла Лав Тейла Пройдя через весь новый мир по Гранд Лайн Они несколько раз встречались с Дозорными, с героем Дозора Гарпом И были сильнейшими врагами пиратов Белоуса Давайте перейдем к истории История Пираты Роджера были сформированы более 52 лет назад Когда молодой Голд Роджер встретил Рейл Ли Дом которого сгорел Рейли жил в украденном корабле, который и запретил Роджер Роджер позвал Рейли в свою команду Что тот воспринял без особого энтузиазма Однако согласился Пираты Роджера начали свое плавание по Гранд Лайн И за 39 лет до настоящего времени достигли последнего острова, на который указывал Лог Кос Однако Роджер знал, что за ним есть еще один остров, на который не указывает Лог И сделал копию с Панеглиф, который, как и еще три других таких красных Панеглифов Указывали на настоящий последний остров Год спустя Роджер объединился с Монкит Гарпом Чтобы победить капитана пиратов Рокса Рокса Ди Шебека 10 лет спустя Роджер узнал, что у него Неизлечимая и смертельная болезнь И решил возглавить свою команду В последнем путешествии через Гранд Лайн Он завербовал Крокуса из Реверс Маунтин Чтобы тот, будучи талантливым врачом, помог ему прожить как можно дольше Сам же Крокус отправился в плавание, чтобы найти пиратов Румба Которые уплыли много лет назад, но так и не вернулись к Лобуду Год спустя Пираты Роджера сразились с пиратами Золотого Льва в битве при Эдво Сики предложил Роджеру Стать союзниками, чтобы захватить весь мир Что ознаменовало начало битвы Пираты Роджера с малой вероятностью Выиграли бы этот бой Однако удача была на их стороне Начался штурм, и Сики потерял добрую половину своего флота В то время, как пираты Роджера смогли успешно уплыть Через год после этого на Райском острове Пираты Роджера пересеклись с пиратами Белоуса И сражались с ними в течение четырех дней После битвы Роджер попросил Белоуса Позволить Кодзуке Одену присоединиться к его команде Так как Оден был членом семьи Кодзуки Представитель которой могли считать панеглифи Получалось, что таким образом Оден мог помочь им добраться до последнего острова Белоус неохотно согласился Но только потому, что сам Оден хотел Присоединиться к Роджеру Оден со своей семьей присоединился к пиратам Роджера Вместе с ним на корабль пробрались Некомамуси и Инуараси Которых также оставили на корабле Пираты Роджера с новыми попутчиками побывали на скайпе После чего отправились на остров рыболюдей Где нашли второй панеглиф Указатель Оден Некомамуси и Инуараси Рассказывали, что последние два указателя Находятся на их родине В стране Вана И на Дзоу соответственно Узнав всю нужную информацию Пираты Роджера отправились дальше Оставив семью Одена А также двух минков Вано Из-за болезни жены Одена Кодзуки Токи Которая заболела и не смогла продолжить путешествие Пираты Роджера нанесли на карту Местоположение последнего острова С помощью дорожных панеглифов И высадились там Однако Шанкс и Багги остались на корабле Из-за того, что последний заболел На последнем острове они нашли сокровище Оставленное Джой Боем 800 лет назад И узнали правду о пустом столетии Древнем оружии и значении Ди Роджер Решил назвать последний остров Лав Тейл Вернувшись с Лав Тейла Роджер распустил команду И отправился в путь самостоятельно Затем команда отвезла Одена обратно в страну Вано Где он намеровался открыть границы страны Чтобы начать новую эру О которой мечтал Джой Бой И в конце концов остальные члены экипажа Разошлись в разные стороны После распада команды Роджер сдался дозорным за 24 года до настоящих событий После чего его казнили в родном городе Локтауне На казни среди прочих присутствовали Юнги и его команды Шанск и Багги Которые после казни создали свои собственные команды Команду пиратов Красноволосого И команду пиратов Багги соответственно 18 лет спустя Шанк становится одними с Юнка Багги же операцировал сначала из Блю А затем после войны при Маринфорде Стал Шичебукаем Во многом благодаря своему прошлому В рядах пиратов Роджера Тем временем Рейли Живет относительно мирной жизнью На архипелаге Саба-Оди Покрывая корабля смолой Иногда Рейли может совершать что-то незаконное Например Продать себя на аукционе в качестве раба А затем выкрасть деньги и сбежать Но в основном он старается не привлекать Большого внимания к своей персоне Крокус вернулся к Реверс Маунтин Чтобы продолжить заботиться о Лабудне Кодзуки Оден пять лет спустя после казни был убит Новым Сёгудом Корудзоми Ороти И Одним из Юнка Кайда В своей стране Из-за того, что хотел вернуть себе трон Местонахождение других членов команды Остаётся неизвестным Однако награды за их головы продолжают существовать И морской дозор продолжает охотиться за ними Как и за другими пиратами Пиратский флаг Весёлый Роджер пиратов Роджера Это обычный череп С перекрашенными позади него костями У которого усы похожи на усы капитана команды Голд Роджера В отличии от весёлого Роджера Пиратов Белоуса Эти усы Как бы завиваются на концах Это была команда Которая путешествовала по всему Грандлайн Вместе И то, что они сделали Стало частью легенды Сделали они Это на их корабле Оро Джексон Побывав на Скайпе И в конце Грандлайна На острове Лавтейл Роджер был один из самых известных фигур Своего времени А има первого помощника Роджера Сильверса Рейли До сих пор широко известна и знаменита Первое знакомство с их экипажем Начинается с Багги Который вспоминает о Былых днях Когда они с Шангцем были юнгами На корабле пиратов Роджера Их капитан Роджер Является первым персонажем Который вводится в историю На этом и заканчивается Данная история История о пиратов Роджера Подошла к концу Который вводится в историю Который вводится в историю Который вводится в историю